Невозможно одержать победу, не испытав горечи поражения. Но победа, достигнутая бесчестным путем, не приносит радости. Так зачем же жульничать? Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Поздравляю вас еще раз с наступившим уже Новым годом. И друзья, хочу сказать вам спасибо за то, что вы поддерживаете мое творчество. Уже более 1000 подписчиков на канале Шашки с Олегом. Ну и друзья, вы не забывайте ставить лукасы, это дорогого стоит. Друзья, это невозможно купить ни за какие деньги. Это, что называется, греет мне душу. Большое спасибо, друзья. А сегодня мы поговорим о случаях жульничества в шашках. Сегодня я вам расскажу три забавных истории, которые все закончились, что называется, хэппи-эндом. Первая история мне известна из книги Василий Соков, написанная авторами Решетниковым и Троцких. Будущий профессор, доктор физико-математических наук Константинов рассказал такую историю, приведенную в данной книге. В детстве он не особо увлекался шашками, но многие из его соседей играли в русские шашки, причем играли очень сильно. И они уговорили его пойти на сеанс одновременной игры, которую давал легендарный шашист Василий Соков. На сеансе одновременной игры Василий Соков подошел к столику будущего профессора и высказал ему упрек в том, что у Василия Сокова пропала шашка. Будущий профессор заявил о том, что он не видел, чтобы кто-то из окруживших столики ребят, которые интересовались шашечными поединками, брал шашку Василия и стал горячо возражать. Василий Соков лишь улыбнулся и продолжил игру. Вскоре все из ребят потерпели поражение, но будущий профессор Константинов добился почетной ничьи. За это ему подарили блокнот и поздравили с таким успехом. То есть не каждый день удается сыграть ничью с будущим чемпионом СССР по русским шашкам. И будущий профессор пошел домой. Вскоре его догнал его сосед и сказал, а ловко я у него шашку стянул. Когда смысл слов дошел до будущего профессора Константинова, то он захотел ударить своего соседа или даже столкнуть в канал Грибоедова. Но сосед оказался более ловким и убежал. После этого будущему профессору Константинову захотелось встретиться с Василием Соковым и объяснить ему вот эту ситуацию. Он стал искать встречи и вскоре они встретились. Будущий профессор Константинов объяснил Василию Сокову, как было дело на самом деле. Ну и после этого Василий Соков улыбнулся, похлопал по плечу будущего профессора и сказал, чего только в жизни не бывает. Он и тогда не сомневался, что шашка была попросту украдена. Но все-таки Василий назвал будущего профессора молодцом и после этого они подружились. Стали ходить вместе в кино, в театр, ну и просто гулять по городу. И это, друзья, несмотря на огромную разницу в возрасте и в силе шашечной игры. То есть все-таки главное, друзья, это именно человеческое отношение, а не умение играть в шашки, в шахматы, в любую игру. Главное именно быть хорошим человеком и честным. Вторую историю мне поведал ушедший недавно в лучший мир мастер из Москвы Валерий Евгеньевич Сафронов. Валерий Евгеньевич рассказал забавную историю. Один из старых мастеров поехал в колонию к заключенным и провел сеанс одновременной игры. Во время сеанса он заметил, что на одной из досок пропала одна из его шашек. И он высказал упрек заключенным, но сделал это строго, но, так скажем, справедливо. Он заявил, господа арестанты, верните шашку на место, давайте уважать друг друга. Несмотря на свое возмущение, все-таки старый мастер очень доходчиво объяснил арестантам, и шашка, друзья, вернулась на место, сеанс продолжился. То есть, здесь еще такой вывод можно сделать, что уважение другому человеку, несмотря на то, что он попал в тяжелую жизненную ситуацию, порождает и уважение к тому, кто проявляет это уважение. Давайте уважать друг друга. Ну и третью историю рассказал один из сильнейших гроссмейстеров Украины по русским, бразильским истоклеточным шашкам Юрий Аникеев. В Китае очень активно развивается шашечный спорт, он не так давно развивается, не более 10 лет. И забавный эпизод как раз прошел на одном из женских чемпионатов, в котором играет очень много подростков, девочек, мальчиков. И вот одна из таких историй как раз взята из женского чемпионата. В одной из партий встретились две юные китайские шашистки, но одна из них оказалась, что называется, наголову сильнее другой. Ну и, как можете убедиться, у белых в данной позиции на две шашки больше. То есть, белые провели элементарный удар новичка и добились серьезного материального преимущества. В какой-то из моментов белые отлучились в туалет и черные сжульничали. То есть, черные поставили на шашку 44 шашку белых и когда соперница, игравшая белыми, возвратилась, черные неожиданно пошли 21-27. То есть, по правилам стоклеточных шашек, белые обязаны бить большинство, то есть, три шашки. Так бить нельзя. Поэтому белые побили. Ну и после того, как черные прорвались в дамки, белые стали себя корить, что не увидели такой элементарный ударчик со стороны черных. Но мама соперницы, игравшей белыми, тут заявила судье, что видела, как черные поставили на поле 44 шашку и провели вот этот коварный удар. Зрители стали участвовать в разборе данной позиции, то есть, восстановили партию и доказали, что черные действительно сжульничали. Но судья оказался неприклонен и заявил, что соперники должны сами следить за своей партией и партия продолжилась. Вскоре партия подошла к следующему положению. В этом положении, несмотря на то, что у белых лишние, получается, три шашки, черные все-таки могли добиться ничей. Для этого им надо было напасть и белые должны были играть 36-31. Черные бы побили, ну и белые ловили дамку черных. Ну и в этом положении черные добивались ничей. То есть, как видите, 5 на 5 здесь равная позиция. Но черные здесь прельстились возможностью выигрыша шашки и напали на шашку белых 43. И белые неожиданно все-таки ловят дамку черных. То есть, надо бить на поле 49 и дамка черных ловится. Здесь у белых лишняя шашка и они, в конце концов, победили черных. Друзья, справедливость восторжествовала. Друзья, мне нравятся подобные поучительные истории, которые заканчиваются хорошо. А если вам понравились данные истории, то, пожалуйста, поставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу вот этих случаев жульничества в шашках. Задавайте вопросы, отвечу на все вопросы. До свидания, друзья. Увидимся на шашечных баталиях.